Коллеги, и вновь новый день на Prodexpo 2021, и у нас новые спикеры. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, какую компанию представляете. Здравствуйте, меня зовут Геннадий Михайлович Воронин, я генеральный директор компании Киржаческая икорная компания, и мы занимаемся производством и продажами икры категории эконом. Приветствую, Виктор Игоревич Кравцов, руководитель производства. Мы занимаемся, ну, это понятно, что, да, нашим продуктом, соответственно, весь цикл продукции, сопровождения и до того момента отправки на склад этикетки, ну, полностью это весь цикл, который контролируется, сопровождается, и безопасность. То есть много чего интересного, когда-нибудь приезжайте к нам. С удовольствием. Знаю, что ваш продукт уже широко представлен и полюбился покупателям. Расскажите немножко о производстве, как производится, в каких условиях. Ну, мы как бы в основном покупаем у российских производителей, российских компаний уже как бы готовый продукт. Он проходит несколько стадий. Он проходит стадию, если мы покупаем замороженный продукт, то он проходит всю стадию производства. Если мы покупаем уже готовый продукт, то он проходит более короткую стадию. То есть там на самом деле все просто. Первый этап – это центрифуга, то есть убрать лишнюю жидкость. Второй этап – это дозаторы. Это машины, которые фасуют в жестяную банку продукт. Потом они по транспортеру идут в КЗК, в консервно-закаточную машину. Дальше сотрудники завода эти баночки складывают в полимерные емкости и увозят на палетах, на рохлях в цех по фасовке и нанесению этикетки даты маркировки продукции. После этого этапа она уходит в холодильник уже с этикеткой, с датой и в коробке, готовая для того, чтобы отправиться в торговые сети. То есть все этапы сопровождения продукта, они безопасны и по, соответственно, хаспу, ну, внедрение хаспу – это обычное дело, как бы нормально. То есть наша продукция, она безопасна, вкусная. Важный момент – это экономность, да, это важно сегодня. У меня такой вопрос. Икра – это не тот продукт, где следует удивлять. Как многие производители в немножко другой сфере, они все время пытаются придумать что-то новое. Икра как раз, наоборот, тот продукт, который все помнят с детства, и в части здесь важнее сохранить технологию и донести тот вкус до конечного потребителя. Смотрите, на самом деле икра, она как бы для большинства людей – это как бы один продукт некий. На самом деле это совершенно не так, потому что есть принципиальная разница между продуктом из замороженного сырья и из свежего сырья. И это разная совершенно категория, это не один продукт. Мы работаем в основном с продуктом, который производится из замороженного сырья, то есть замороженные ястыки. Сначала из рыбы добывают российские производители ястыки, потом они морозятся и поступают к нам на предприятие. И вот этот продукт как раз и есть эконом-продукт. И его нужно уметь производить, его нужно уметь правильно размораживать, его нужно уметь правильно производить, правильно солить. Это достаточно сложный технологичный процесс. Про ту икру, которую люди, скажем так, привыкли видеть на полках магазинов, это немножко другая икра. Это икра, как мы называем ее между собой, соленка. Она приходит в куботейнерах, она уже произведена, она уже посолена, она уже прошла весь производственный процесс. Ее нужно просто аккуратно, естественно, в перчатках, масках, по всем стандартам достать из упаковки и зафасовать. То есть, либо через дозаторы, либо руками, ложками специальными в баночки и потом закатать в банки. Все специальное необходимое оборудование для закатки продукта, отвечающим современным запросам, у нас соответствует. Это большая разница, какой продукт он из замороженного сырья или это и свежее. Поэтому срок хранения разный и, соответственно, вкус тоже будет отличаться. Но, и что самое главное для конечного покупателя, цена. Это может быть в два, в три, в четыре раза дешевле тот продукт, который производим мы. Потому что он делается из замороженного сырья и, соответственно, мороженое сырье имеет больше срока годности до момента разморозки последующей производства и фасовки. То есть, и плюс цена закупка сырья. То есть, как бы свежепроизведенный продукт из дальневосточных производителей, он, естественно, будет дороже. А замороженное сырье, оно будет, естественно, дешевле. Поэтому это один из главных факторов, который позволяет уменьшить цену продукта. Ну и плюс, как бы некоторые технологические новшества, которые позволяют тоже сделать внешне привлекательным, красивым и вкусным. И даже, может быть, отчасти, скажем так, дешевым продуктом, который люди будут с удовольствием покупать и как бы кушать, употреблять. Но, опять же, для тех, кто хочет получать премиальный продукт, тогда, естественно, нужно покупать вот эту самую свежепроизведенную икру, так называемую соленку. Она чаще всего продается в стеклянных банках, либо в жестяных банках с надписью ГОСТ. Мы производим по ТУ. То есть, ТУ – это технология, которую разработал производитель, а ГОСТ – это тот стандарт, который разработала и внедрила государство. Поэтому там немножко отличаются нюансы. ГОСТ, насколько я знаю, из замороженного сырья не делается. ГОСТ делается из свежего сырья. А ТУ можно делать из замороженного сырья, и там можно вносить некоторые корректировки, позволяющие делать продукты уже так, как его производитель посчитал нужным произвести. И это, конечно, тоже, опять же, вот эти все нюансы влияют на конечную стоимость. Конечную стоимость продукции и конечный результат, который люди будут получать. У нас продукт снижен, мало человека с продуктом взаимодействия, так как у нас все автоматизировано. Можно еще раз повторюсь? То есть, как бы минимизация контакта людей с продуктом – это тоже для нас был очень важный момент. Важный процесс при модернизации производства. То есть, чтобы люди сами не фасовали руками в банку, это делают дозаторы. Чтобы люди банки не ставили в закаточную машину, это делают транспортеры. И уже потом конечный, запакованный в вакууме продукт, он только после этого люди уже его берут, трогают и убирают в полимерные емкости и относят на цех этикетки и фасовки. Но единственное, что при вскрытии продукта там контакт с человеком идет. Но в перчатках, в масках, в специальных спецкостюмах, спецобуви. Но по возможности мы стараемся минимизировать контакт людей с продуктом. Естественно, производство осуществляется сотрудниками, которые проходили все медкнижки, все вот эти дополнительные бюрократические процедуры, которые дают разрешение на работу с продуктом. Но для себя мы стараемся все равно минимизировать контакт людей с конечным продуктом. То есть, чтобы не было возможности как-то его, скажем так, привнести туда какую-то микробную или бактериальную заражение продукта. То есть, это мы стараемся всячески минимизировать. То есть, чтобы не было таких моментов, где это как-то может попасть в продукт и потом негативно сказаться на конечном покупателе. То есть, это важный этап тоже мы считаем. Получается, ваша компания делает икру на любой кошелек, при этом делает максимально современном производстве, минимизирующим какие-то влияния человек, бактерий и так далее. При этом человек может кушать икру не только по праздникам за очень дорого, брать икру просто себе на обед в любой день недели, при этом не теряя в качестве, во вкусе. За что мы вам хотим сказать спасибо, все дружные, все потребители? Да, спасибо. В основном мы работаем, конечно, в категории эконом. То есть, это больше все-таки для людей, у которых доход небольшой. Потому что те, у которых доход высокий, они идут и покупают премиальный продукт. Всегда есть во всем градации, в автомобилях, в одежде, во всем есть градация цены. И, конечно, самое сложное – это создать качественный, полезный, но экономный продукт. И, конечно, мы стараемся по максимуму это сделать, чтобы он был доступен для людей, и люди могли его покупать и употреблять, кушать и приносить им позитивные эмоции, какую-то радость, чтобы у них были хорошие впечатления от продукта. Но это достаточно сложная задача, потому что сделать так, чтобы дорогой продукт был доступен для общества, доступен для людей – это достаточно сложная задача, и она не всегда так прям легко реализуема. Спасибо вам за это, то, что ваши процессы современные помогают людям кушать этот деликатес в любое время года. Я желаю вам удачи и, надеюсь, до встречи в следующем году на нашей выставке. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.